Всем привет! Хочу рассказать, что сегодня происходит в Израиле. Сегодня воскресенье, 19 ноября. И в Израиле продолжаются ракетные тревоги и обстрелы из Ливана и из Секрааза. Так, утром 19 ноября с территории Южного Ливана был обстрелован израильский поселок Шлёмик. 10 минометных снарядов были выпущены из Ливана по израильской территории. Все они взорвались на открытой местности. Никто не пострадал. В ответ ЦАА уничтожил террористические инфраструктуры в Южном Ливане при помощи военно-воздушных сил ЦААА. Также были ракетные обстрелы на границе с Азой. Это Кфар-Аза, Нахаль-Оз, Саад-Алюмим. Напомню, что почти все поселки, граничащие с Секром Аза, они эвакуированы и находятся в пустом состоянии. То есть там нет людей. Лидер террористической группировки Хамас Исамаил Ханния заявил, что Израиль потерпит неудачу в войне. Несмотря на то, что боевики понесли огромные потери, палестинским арабам удалось пробудиться и одержать великие победы, по словам Ханнии. Также, по его словам, Хамас готов к продолжительному противостоянию с Израилем. Он также выразил уверенность в том, что группировка покончится с израильской оккупацией. Также указал на то, что Иерусалим сможет вернуть заложников только тогда, когда выполнить все условия Хамаса. Напомню, что пока все заложники, которые захватил Хамас, не будут возвращены в Израиль, эта операция будет продолжаться. И это только одно засловие Израиля. Также воздушная тревога Цавадом была в Верхней Галилее, это пункты Маргалиот и Монара, Верхней Галилее, возле границы с Ливаном. А также в районе Ируна, Барама и Аввим сработала тревога. Было зафиксировано нарушение воздушной границы. ЦАУ сообщает, что силы ПВО перехватили подозрительную воздушную цель. Йеменские хусиды опять проснулись. Командование хусидских повстанцев Йемене распространило заявление о намерении нанести удары по торговым судам, несущим флаг Израиля или принадлежащим израильским компаниям. Они также предупредили о том, что располагают данными о каждом из этих судов и призывали иностранное государство отозвать из команд моряков, не имеющих израильского гражданства. То, что говорит, что действительно нынешняя война, террористическая организация с Израилем нацелена на то, чтобы уничтожить израильский народ и еврейский народ. Боевики и Хизбулы обстреляли противотанковыми ракетами и артиллерийскими минами позиции ЦАУ вблизи населенных пунктов Адамит, Дворнит и Ханита. Никто из военнослужащих не пострадал. А также террористы периодически проявляют надежду попасть в Международный аэропорт Бен-Гурион, когда устреливают центр страны. Бен-Гурион, аэропорт Бен-Гурион международный является для них целью номер один для того, чтобы прекратить авиасообщение Израиля со всем остальным миром. И это одна из тех причин, почему периодически, раз в 3-4 дня, идет очень сильный залп в центр Израиля. Как многие из вас знают, аэропорт Бен-Гурион – это один из самых охраняемых аэропортов мира. И тем самым, что Хамас запускает большое количество ракет в сторону Бен-Гуриона и центра, они пытаются просто обмануть систему железного купола. Пока что это все новости к данному часу. Всем нам мирного неба над головой.